сегодня прекрасная погода вот это мы закупили стружку квойную для добавления в почвобу грунт такая вот она хорошая стружка чистая таких больших 120 литровых мешках уже половину отсюда израсходовали малышня наша елочек на прививочке сейчас контейнируется лкс уже практически ничего не осталось деревья высаживаются деревья в среднем трехметровые три три с половиной метра контейнеры огромные вот смотрите по колено контейнер больше эти еще больше шире клёны сахаристые рябины обыкновенные черемуха шуберта клёны геннала яблони ред джет светомир приехал что там как не обедают уже обед что ли нет у них нет а у них есть что обедать вот там я слышала сегодня никто ничего не взял вот смотри погода какая давай пройдемся ставь трактор поехали пойдем пробежимся что посмотрите какая красавица это сосно черная аурея диаметр иголки точнее диаметр ветки достигает 30 сантиметров то есть одна иголка около 15 сантиметров и она растет два года то есть она сначала короткая на следующий год удлиняется сейчас это ее еще не весь размер да вот так вот покажем сейчас около 20 сантиметров свято снимает для инстаграма сегодня чудесная погода все такое красивое красивое ноябрь тоже бывает красивый и хвойные конечно сад вносят вот этих красок осенью и зимой не бойтесь использовать желтохвойные хвойные ведь они прекрасно сочетаются с растениями и совершенно не выглядят пропавшими посмотрите вот там желтая туя здесь желтая сосна и впереди вон там виднеется тоже желтохвойная туя и сосенки можжевельники посмотрите как играет все красками шикарный очуток скальный ангелина сейчас от морозы и кончики у него краснеть начали а так он ярко-желтый очень плотные такие красивые куртины очень красиво для альпийских горок еще один очуток прям ковром таким получился красавица сосна у которой я не знаю какой сорт она низкорослая иголка у нее очень длинная растет несколько лет жесткая-жёсткая по две иголки в пучке кто знает что это за сорт напишите пожалуйста это моя сосна пумилио только она очень сильно от пумилио отличается своей кучерявостью иголка у нее как у веймутовой курлс вот так вот как это закручивается причем вот на старых побегах сильнее на молодых видите только-только извиваться начинает иголка держится очень долго интересно выглядит сама сосна на следующий год будет еще интереснее когда все иголочки то есть они на второй год крутятся еще сильнее и она получится такой кучерявенькой кучерявенькой наверное нужно сделать обзор хвойных в нашем питомнике лиственницы европейские уже пожелтели начали сбрасывать хвою очень красивая подстилка получается на полу структурные такие красивые деревья а вот здесь хочу показать карликовую лиственницу блюдварф сама она по себе голубого цвета но сейчас осенью от листва пожелтела и она ее будет сбрасывать ну посмотрите как она красиво смотрится на фоне можжевельника иногда можжевельники не хочется стричь потому что они своей свободной форме очень красиво подчеркивают некоторые растения и сами по себе очень красиво выглядят керия японская сорт плена каждый год отрастает на полтора метра и каждый год обмерзает по уровень снега и ниже практически не цветет иногда иногда нас радует своим цветением но в основном не цветет наверное в этом году попробуем ее укрыть чтобы увидеть на следующий год ее цветение луговик дернистый или щучка такой вот огромный огромная куртина вот такие у него колосики выглядит очень красиво он полувечно зеленый вот эта куртина она у него практически не выпадает но надо ее по весне чистить чтобы она была красивая либо подстричь вот у нас еще три штуки таких смотрится вообще красиво когда вокруг травы нету надо вот этот вычесть и тогда он будет красиво смотреться сегодня 5 ноября хочу показать розы которые вот у нас несколько лет уже зимуют зимуют без укрытия они переведены полностью на собственные корни то есть с заглублением там сантиметров на 7-10 вот они еще цветут но уже конечно холода и морозы у нас хочу показать как они выглядят они конечно не имеют своего полного размера там в метр но свои там 50 сантиметров есть летом было лучше летом было конечно красивее мы просто увы не засняли но здесь даже есть очень большие кусты абсолютно все розы хорошо зимуют мы не заморачиваемся их вообще не укрываем а в бесснежные зимы мы конечно стружкой присыпаем корневую систему вот и так в принципе они отлично и так зимуют вот этот вкус конечно вообще шикарный он каждый год отрастает заново высоту он где-то около метра метр двадцать ну и еще все цветет с учетом того что сейчас уже неделю наверное минус стоит по ночам вот это куст сорта ландлуст парковой розы очень красиво цветет высоту сейчас где-то метр-метр двадцать вот так он за год нарастает цвел он прекрасно сейчас видите даже семена висят яблони red jet плакучие вот такие два два с половиной метра высоту очень красивые рябины плакучие так вот это клён генала у нас пошел черём мухамака такая красавица три три с половиной метра яблони маковецкого очень вкусные кстати здесь у нас рябина додонг черемуха обыкновенная нано такая вот красавица черемуха колората о это у нас бересклет пошел полтора метровый но есть носит блин тебе ну ты Субтитры сделал DimaTorzok